Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за ПСЖ. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, в прошлом выпуске карьеры за ПСЖ мы отыграли весь выпуск на легенде, на легендарном уровне сложности. Я подумал, все нормально, так и будем дальше продолжать, но потом записал карьеру за Барусью Дорнут в следующем, и там уже были плачевные результаты, поэтому я решил, что нет. Все-таки так же мы остаемся во всех карьерах на мировом уровне, на мировом классе, поэтому вот как-то так. Потому что, ну я понимаю, что легенды мне еще далеко и как-то вот переработан в новых версиях частях FIFA именно вот искусственный интеллект на легенде. Поэтому вот как-то так. Еще я изменил расписание на неделю, на стримовой своей карьере, мне как-то вот этот вот календарь тренировок больше по душе пришелся. Мы перед матчем отдыхаем, день отдыха после матча у нас идет восстановление, и дальше вот здесь же недельный план, тренировка по расписанию. То есть не так уж и много тренировок, но я не вижу сильно в них смысла, потому что если игроки в хорошей форме, они в любом случае прокачаются, потому что мы им выставили всем абсолютно индивидуальные планы развития. Поэтому как-то так. Что у нас сегодня по календарю? Так, ну во-первых, домашняя игра с, я даже не знаю, это Анжи, не Анжи? Так, я не знаю, как посмотреть-то вообще. Ну ладно, не суть. Дальше Брюги, Марсель, очень важная битва, потому что они сейчас идут на второй строчке. И Лиль, тоже опасная команда, которые еще и в прошлом сезоне выиграли чемпионат Франции. Вот как-то так. Да, это Анжи, поэтому давайте мы, наверное, первым составом будем играть. Ну как-то здесь будем сейчас умещаться, я не знаю, что у нас там дальше. Кстати, снова Брюги, поэтому первым составом мы сыграем против Анжи, вторым против Брюги, первым мы сыграем против Марселя и первым же против Лили, потому что опасные в любом случае соперники. Вот как-то так. Я не знаю, сейчас у меня готов ли первый состав. Ну, кстати, тут и второй не сильно, также практически готов, поэтому давайте выпустим первый состав против Анжи. Ну и в Лиге чемпионов, я надеюсь, там нетрудно, конечно, будет нам против Брюги, тем более они сейчас идут на третьем месте. Кстати, они также один раз победили, один раз проиграли. Так, а они с кем вообще играли? Они проиграли Лейпцигу и обыграли... У тебя нет, как-то так странно. А, они обыграли, да, Лейпциг, прошу прощения, обыграли Лейпциг и проиграли разгром на Манчестеру-Сити, но если даже они Сити проиграли, а мы Сити обыгрывали там с счетом 2-0, поэтому, мне кажется, вторым составом мы справимся. Поэтому давайте лучше немножечко здесь акцентируем внимание на чемпионате, потому что давно у нас игроки не выходили. Вот, PSG Анжи, Парк Де Пренси, поехали. Ну что же, разминается Киллиан Баппе, забил три мяча в трех последних матчах. Наш звездный нападающий, которого мы, в принципе, не планируем никуда продавать. Я напомню всем, кто, может быть, пропустил или не запомнил, не услышал, что как только абсолютно в каждой карьере мы выиграем Лигу Чемпионов, мы сразу же заканчиваем на этом карьеру, ну то есть доведем сезон, естественно, до конца, но, так сказать, следующего сезона не будет. Поэтому если получится за многие команды выиграть Лигу Чемпионов с первой попытки, то, значит, будет замечательно. Поэтому посмотрим. То есть другие трофеи нас не сильно интересуют, но в любом случае за PSG, мне кажется, надо брать Требл. Во-первых, чемпионат не выигрывали в прошлом сезоне, надо отквитаться. И вот Баппе сразу на перехвате, и на Лионеля Месси, и Месси. И Месси сразу же выводит нас вперед, третья минута. Но вот здесь вот как-то вот Анже, наверное, были сильно не готовы. Они хотели, наверное, как-то от обороны начать, как минимум, этот матч. Но вот мы немножечко в хороший прессинг вот здесь пошли. Баппе отлично перехватил, и пас на Лионеля Месси, который забивает какой-то второй уже, да, второй мяч в четвертом матче, а в Лиге 1. Ну, замечательно. Не смог выиграть верховое вот это единоборство Гуанбернат с мячом. Сразу на Идеса Гуе. Баппе на Вейналдуме, но это 2-0. Это 2-0, ребята, молодцы. Вот такое вот еще празднование от Вейналдума. Но 2-0. Если не ошибаюсь, в прошлом выпуске у нас блистал Вейналдум, он там по одному мячу, там, может быть, в каждом матче забивал, когда мы его выпускали. Но вот хороший такой удар в дальнюю девятку. Но она даже не в девятку, именно по расположению штанги и крестовины, но во внутреннюю уж точно, вот, в самый там уголок. Вейналдум попал 2-0 в 12-й минуте. Хороший результат. Больше мы забитых мячей не увидели. Вейналдум неплохо через Кельяна Мбаппе. Мбаппе, Мбаппе на 3-й уже, даже там, на 4-й минуте после выхода команд на поле во втором тайме забивает, увеличивает отрыв пассажир в этом матче. 3-0. Но, в принципе, на этом можно уже и заканчивать. Сейчас будем начинать играть, не знаю, там, в свою какую-нибудь игру. Распасовочками красивые голы попробуем забить. Но вот, Мбаппе тоже забивает, потому что, ну, в принципе, мы планируем из Мбаппе сделать в этом сезоне снова лучшего бомбардира Лиги 1. Вейналдум неплохо. Так, ну и все, и пошли. Раскатики тогда. Не знаю, там, Тики-така. Может, какая-нибудь Мбаппе? Как неплохо-то сейчас. Верати. Нет, не получилось. Но со второй попытки... Неймар! Какой галешник забивает! В первом тайме у него не получилось немножко так перебросить Бернардони. Но вот здесь вот еще и с дальней такой дистанции очень хороший был навесик. Рамос отлично вот здесь сейчас отыграл. Икарди через Демарию. И Демария! Ну и куда так надо было выходить? Ну а здесь Драксер отлично на подборе отыграл. В итоге 5-0. Пассажир переигрывает Анжи. Вот и Драксер забил. В любом случае, замены здесь, чтобы и в таком матче игру не портить игроками. Поэтому просто освежили немного, дав время поиграть с опытными игроками. Ну именно второму составу нескольким игрокам с игроками из первого состава. Так, и что это пенальти, да? Неймар зарабатывает пенальти, пытаясь Радугой перебросить Маскали. Он зарабатывает 11-метровый. Смотрим еще раз на этот момент. Ну а здесь действительно просто корпусом остался игрок и все. Как-то так. Ну, раз Неймар сам заработал этот пенальти, у него лучший показатель по пенальти. Давайте попробуем забить. Почему бы и нет? Я даже не знаю, куда бить. Ну а вратарь отгадал Бернардони. Еще и в тайм-финишинг, конечно, не попал. Но в любом случае, пытался вот так вот в уголок аккуратно. Но вот Неймара не получилось. И все. Финальный свисток 5-0. Пассажир накуражился сегодня в чемпионате Франции. Разгромил Анже. Ну и шикарно. Ну и естественно, многие, кто смотрел этот матч, запомнят, что не забитый был пенальти у Неймара. Ну и все по XG. Посмотрите, 20 ударов. Мы наигрывали на 8 мячей. Но там я действительно бил уже 99 успешных обводок. Серьезно, у моей команды? Представляете, 99 успешных обводок. Ну шикарно. Ну вот точность ударов. Естественно, 70%. То есть, какие-то они в створ даже летели. Многие в перекладину. Поэтому вот как-то так. Что по оценке игрока? Посмотрим и сейчас. Лучшим игроком признан Кириан Бапе. У него гол плюс 2 голевые. Замечательный результат. Дальше. Гол забил Неймар Месси и Драксер. И гол плюс пассу. Виналду мне одну голевую отдал Марко Верати. Что по поводу худших игроков? Если можно так сказать. Но именно те, кто были, наверное, в старт. Он составил. Ну вот Маркинис. 6.2. То есть, и моментов. У него не было ни одного отбора. Ну, в принципе, там Анжи не сильно атаковали. Поэтому к защите вообще вопросов нет. Отыграли на ноль. Уже замечательно. Так, нам приходит предложение по трансферу Александре Летьер. Мы его действительно выставляли. 1.200.000 предлагает Бормут. Давайте сразу же будем соглашаться. Потому что это больше даже, чем прошлое предложение. Там Ангенка вроде. Ну что же, вторым составом мы, естественно, выйдем. Почему бы и нет. Брюги сейчас идет на третьей строчке. Делит, можно так сказать, вторую вместе с Манчестер Сити. Поэтому мы посмотрим. Посмотрим в любом случае. Итак, сможете выиграть три игры подряд. Команда играет достойно. Я надеюсь, это я про нашу команду сказал. Вы планируете выпустить новых игроков в стартом составе? Изменения возможны. Тоже вот так вот ответим. Потому что, естественно, я буду играть вторым составом. Вы провели несколько прекрасных матчей. Сможете и дальше так же играть. Не сомневаюсь. Давайте вот так вот еще ответим. Ну и рискнем. Рискнем, выйдя вторым составом в Лиге Чемпионов против Брюги. Вроде и не сильная команда, но которая смогла бы играть Лейпциг. Вот. Поэтому третий, четвертый тур нам предстоит играть именно против Брюги. Поэтому, скорее всего, я вторым составом буду против них играть. Надеюсь, по форме ничего там сильно не будет. Хотя бы я лучше бы поменял на всякий случай. Вот. Почему-то у нас стояла домашняя тоже форма. Странно. Но выйдем так. Дождь будет, кстати, на стадионе. Поехали. Ну что же, Лига Чемпионов. Мы в Бельгии. Брюги против. ФПСЖ. Третий тур Лиги Чемпионов. У нас пока что две победы подряд над Манчестер-Сити и над Лейпцигом. То есть над самыми сильными командами в нашей группе. Поэтому, я думаю, с Брюги мы должны справиться, в принципе, и вторым составом. Тем более, у нас будут сейчас следующие две игры против сильных соперников. Против Марселя и против Лиля. Демария. Неплохо Дракслер. Суперски находит Икарди в штрафной и все-таки забивает. Отлично. ПСЖ выходит вперед. Перед самым перерывом докатали. Довели эту атаку до забитого мяча. И замечательно. Все замечательно. 1-0. ПСЖ на выезде. Все-таки выходит вперед. Но вот как-то все равно. Неважно. Неважно смотрится наша команда в этом матче. Может быть, во втором тайме все будет получше. Вот Икарди в своей же дебютной игре в этом сезоне в Лиге Чемпионов забивает гол. Стерлинг неплохо. Интересная такая передача через Икарди. Пошла Икарди. Ну что, это сразу же 2-0. Ну это сразу 2-0. Икарди сассистировал на Демарию. И вот так вот сразу же нам получилось забить и второй, выйдя на второй тайм. Ребята молодцы. Ребята заряжены забивать. Ну и вот так вот. Против команды, которая обыграла Лейпциг, между прочим. Это тоже небольшая такая сенсация. Мы переиграем их на выезде. Это вообще супер. Рафинья. Демаре. Хороший какой заброс-то на Икарди. И вы просто посмотрите, как сейчас все это было разыграно. Икарди шикарную передачу от Демарии получает. Грудью принял. И вторым касанием в дальний угол Мауро решается пробить. Смотрим еще раз повтор. Икарди. Демария. Хороший заброс. Икарди отцепился здесь от капитана. Брюги принял на грудь. И так вот с такого, не знаю, разворота в дальнюю часть ворот. Отлично так вот пробил. Ну и Икарди забивает сегодня дубль. Все. Ну все. Опасно. Ванакен какой удар и сравнивает преимущество. ПСЖ. И вот Ванакен. Забивает на 57-й минуте. И ну здесь ужасно. Отыграли и мы. И ужасно отыграла оборону. Тут и Навас в принципе. Он потащил. Но. Немножечко сквозь руки. Прошла. Вот этот вот атака. Вот этот удар. Ух, как здесь сейчас опасно. Вы посмотрите, что творится. Это еще и пенальти. Ну что же. У нас в прошлом матче было пенальти ворота Амже. Неймар заработал и не забил. Но сейчас здесь диалог как-то грубовато. Естественно, так отыграл. Ну и будет пенальти ворота ПСЖ. Ну смотри, 3-0 ввела команда. Сейчас. Нет, ну все-таки развели. Да. Баздос забивает. Счет у нас 3-2. Вот так вот за 10 минут буквально. Потому что вот вроде проигрывали. 3-0. Сейчас уже счет 3-2. Но Драксер перебрасывает Миньолес. Забивает и увеличивает отрыв. Делая его снова в 2 мяча. Но надо снова вернуть наше преимущество в 3 желательно. И все. Финальный звездок. Третья победа подряд для ПСЖ в Лиге Чемпионов. Но вот обидно, что пропустили вот эти 2 мяча. Причем дуплетом. Ведя все эти 3-0. Так, ну что же у нас по XG. Давайте посмотрим. Мы на 4 мяча так и наиграли. Но вот Брюги действительно не наиграли. Из-за того, что скорее всего с пенальти был у них 1 забитый мяч. Так, ну и по эффективности. Игроков никого я не менял. Поэтому давайте в принципе сейчас и посмотрим. Лучшим стал Икарди. У него дубль плюс голевая. У Драксера и у Демарии. Гол плюс пас. Ну и Дагба также отдал одну голевую передачу. На вас получает оценку 5-0. Ну действительно там сейв против Ванакина. Ничего не сделал. Потом еще и пенальти. Его развели, можно так сказать. Ну и Диалло 6-0 оценку получил. Как будто в принципе и не играл в этом матче. Итак, нам приходит сообщение от Юлиана Драксера. Спасибо за то, что верите в меня тренер. Хоть я и не отношусь к числу ключевых игроков этой команды. Не задирай нос. Вот так вот. Ответим. У тебя все неплохо получается. Но пока не обольщайся. Чтобы заработать место в составе нужно упорно трудиться. Так, ну и у нас тренировка. Отправим, естественно, тренироваться мы в второй состав. Чтобы первый был идеально готов к игре против Марселя. И нам нужно сейчас постараться оторваться от второго места. Сборная Бильги нам уже даже предлагает стать главным тренером. Но мы в любом случае можем стать только тренером Франции, наверное. Потому что играем и тренируем во французском чемпионате. Так, ну здесь нам наши 94. Отличный потенциал. Еще один 94. 90-го можем также взять. Ну 94. Очень много хороших игроков нам сейчас прям нашли. И давайте сразу тогда отправимся и выставим им тренировочки. Здесь посмотрим. Здесь, кстати, все с потенциалом 90+. Вот, поэтому давайте сейчас многим выставим новый план развития. Вот у кого стоит уже эти, может быть, посмотрим, поменяем. Так, Оливьеру, я не знаю даже, что и ставит. Либо флангового защитника. Давайте оборонительный фланговый, чтобы... Хотя нет, стоп. Почему у нас левый фланговый? Поэтому надо ему прям позицию левого защитника что-то на это внимание не обратил. Все. Потому что у нас нет, в принципе, таких позиций. Так, Лусьен Блондель. Тоже. Надо переучить его на другую позицию. Так, здесь все замечательно. Вот здесь. Крайний. Четыре недели атакующий. Тоже четыре. Тут, наверное, все по четыре, да. Давайте скорость немножечко прокачаем нашему левому защитнику. Здесь все оставляем. Ну и здесь также вот с правого флангового защитника надо нам поменять на позицию правого. Просто обычного защитника. Все. Всем новичкам в нашей академии раздали план развития. Ну а сейчас у нас игра против Марселя. Первая строчка играет против второй. Мы выйдем, естественно, первым составом. Ну и пресс-конференция. Итак, сможете исправить ситуацию? Какую? Я, понять, не могу исправить нам ситуацию. Мы идем сейчас на первом месте без поражений. И в Лиге чемпионов тоже три победы подряд. Всякое бывает. Давайте ответим так. Я не знаю, про что это вообще решили спросить. PSG проводит победную серию в десяти матчах. Команда ни разу не проиграла. Мы в прекрасной форме. Давайте лучше так отвечу. Клуб PSG выиграл предыдущий матч с разницей в два мяча. Настрой, как это скажется, на настрое Марселя. Команда хорошо играла. Тоже вот так вот ответим. Не знаю, какую ситуацию мы выправить-то должны. Мы ведем сейчас вот в чемпионате в семь очков лидерства у нас, во-первых, и все десять побед из десяти в чемпионате. Икарди лучший бомбардир. Я не знаю, там, давайте посмотрим. Икарди еще и лучший ассистент. Ну, вратарь, да, здесь у нас Донарума. Из-за того, что матч еще четыре отыграл. Да и на вас там, в принципе, ну, кстати, на вас-то побольше. Смотрите, из шести матчей только два в сухую. Но там, скорее всего, из-за того, что мы на Легенде много за PSG играли, напропускали. Поэтому давайте начинать. Выездная игра против Олимпика Марсель. Вот, ясно, кстати, на стадионе. Хорошая погода, замечательно. Поехали. Ну, что же, мы на велодроме. Марсель принимает PSG. Одиннадцатый тур чемпионата Франции. PSG с новым главным тренером отлично идут сейчас и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В итоге, и в сумме есть, так сказать, в официальных матчах. Давайте не будем брать суперкубок, потому что это всего лишь единственный матч в этом, как бы так, турнире. За это трофей был. Поэтому 13 побед сейчас у PSG из 13. Вот, 10 в чемпионате, 3 в Лиге чемпионов. Отличный результат. Ну, и посмотрим, как сыграет сейчас PSG против серьезного соперника в чемпионате Франции. Все-таки играет вторая строчка, хоть и лидерство у PSG сейчас в 7 очков в чемпионате Франции. И будет угловой. Ну, что же, снова попробуем сейчас подать Рамаса. И Серхио Рамас забивает. Наконец-то это получилось. Наконец-то это сыгралось. Как-то камера так низко куда-то прям вообще пошла. Очень странно, что сейчас вот это вот празднование, когда чаек пьют. Или кофе, не знаю, там. Вот так вот с такой низкой камерой прям показали. Я не знаю, либо на Рамаса забежит, либо автогол может быть. Потому что там и Паул Лопес как-то вот в защитника отыграл. И автогол. Это Ронье. Киллиан Бапе. Неплохо. Все. Здесь можно и бежать. Здесь можно и бежать. Здесь можно и пробить. Здесь можно было и поточнее, может быть, как-то отыграть. А вот это пенальти. Неймар уже второй матч подряд зарабатывает пенальти. Это еще и удаление. Калита Кар, да, скорее всего. Получает красный этот. Альваро. Капитан, тем более, еще и Марселя. Вот здесь вот в такой ситуации пусть уж ушел бы мяч, но решил он прямо прямой ногой, так шипами прям по уголе на стопу Неймару. Ну и Неймар сам заработал. Может быть, сейчас у него получится забить. И снова не забивает. Ну здесь уже и кругляшок большой был. Решается через Мбапе. Ну это штрафной же, это штрафной. Мбапе зарабатывает его. Калита Кар здесь так подрубил. Милик его успокаивает. Теперь у него Милик с капитанской повязкой. Ну и Месси должен, наверное, сейчас посмотрим. Да, Месси пусть уж с этого штрафного попробует забить. А не знаю, давайте попробуем. Так же, как я тренировался постоянно. Вот так. И забивает. Отличный гол Леонеля Месси. 51-я минута. 2-0. Месси забивает со штрафного. Дистанция действительно маленькая была. 17 метров. Почему бы и не пробить? Ну и тем более мы вот таким вот... Сейчас, не знаю, посмотрим с повтора. Он еще как-то и шведой решил здесь пробить. Очень странный удар, конечно, был. Вот Леонеля Месси. Но я вроде как хотел, чтобы он просто сначала вверх-вниз вот так вот. То есть резко снижающий свою высоту мяч. Вот таким ударом я хотел. Но забивает в любом случае Леонеля Месси со штрафного прямым ударом. Счет у нас 2-0. Закончился этот матч. Месси. О, Месси забивает дубль. Аккуратно здесь так раскидал. И 89-я минута. 3-0. Пассажир разгромил Марсель в, наверное, в матче Тура. Потому что первая строчка стрелялась против второй. И все. Еще и удаление. Еще и автогол у Марселя. Поэтому вот как-то не повезло сегодня Марселю на велодроме. Не знаю, как будет в ответной игре в чемпионате на Парк Де Прен сыграть. Но поэтому как-то так. Леонджи мы вроде разгромили. Там 6-0. Ну и Донаруна еще и сухой матч для себя. Очередной. Проводит в чемпионате Франции. Замечательно. 3-0. Дубль Месси. Автогол Ронье. Удаление Альваро. Много было сегодня моментов. Что у нас по XG? Мы наиграли на 7 целых мячей. На 7 забили сегодня только 3. Очень хорошо играл по Улопис. Ну, кстати, на 2 мяча Марсель-то наиграл. Так, что у нас по оценке? Лучшим игроком стал Месси. Действительно забил дубль. Получает игрокам матча. Голевую одну отдал Бернат. И все. Потому что единственное, вот эта вот голевая на Месси была. Потому что до этого Месси прямым ударом со штрафного забил. Ну, а так, худшим игроком является, ну, Маркининск. Понимаю, 6-6 у него оценка. Ниже там есть кто-нибудь? Нет. Ну, и Драксер. Потому что он так вышел. Неважно, наверное. Я бы Неймару бы дал самую низкую оценку. Столько моментов у него было. Смотрите, ударов 7 было. 7 ударов. Точность 57. Это очень ужасная у него статистика сейчас. Вот. 7 ударов. Всего лишь 4 в створ. 2 удара мимо ворота. 1 заблокированного. То есть как-то он сегодня сплоховал. Итак, Летельер продан в Бормут за 1,2 млн. Он туда переходит. Нам 925 тысяч. Сказали, добавят к трансферному бюджету. Большое спасибо. Ну, вот. А мы на 10 очков теперь опережаем Марсель. В очной встрече их переиграли. Ну, а теперь будем еще и против Лили играть. Против действующих чемпионов Франции. Они идут на пятой строчке. Ну, и это последний матч на сегодня. Мы также стартовым составом, естественно, выйдем. Первым. Вот. Переменная облачность на Парк Де Пренс. Поехали. Ну, что же. PSG против Лили. 12-й тур. PSG в прошлом туре разгромил Марсель. 3-0 на их поле, на Лилодроме. Вот посмотрим, как сегодня отыграют обе эти команды. Два последних чемпиона Франции сейчас встречаются на поле. Ну, и, в принципе, этот матч был у нас за Суперкубок Франции. Потому что, вроде как, PSG победил в Кубке Франции. Выиграли его в прошлом сезоне. Но вот Лили стали чемпионами. Поэтому. И так все и случилось. Эти две команды вот встретились. Ну, и Суперкубок, как вы понимаете, забрал себе PSG. Передача уже даже дошла на Неймара. И тот все-таки забивает. Наконец-то забил Неймар. Потому что с Марселем ему не получилось забить с пенальти. Ну, вот. Еще и танцульки вот такие. Которые бесят многих соперников в Ultimate Team. Но, в любом случае, 1-0. Забиваем Лилю. Месси. Отдает голевую передачу на Неймара. Ну, и здесь очень хороший такой удар. Получился у Бразильца. Пятый гол его в шестом матче Лиги 1. Здесь уже Вейналду. А вот Месси. Отлично. Сейчас такое вот его мини-открывание прошло. И Леонель Месси. Ой-ой-ой. Ну что, это очередная красная, что ли? Это действительно красная сейчас. Два матча подряд против PSG. Удаление. Ну, и здесь срубили прямо Леонель Месси. И Диалог, как раз, которого накручивал там Бапе на фланге пару минут тому назад. Получает красную карточку. Ну, и здесь между ног. Между двумя голеностопами. Пустил свою ногу. Месси, естественно, упал. 23 метра до ворот. Подальше, нежели чем с Марселем. Но, в любом случае, посмотрим. Получится ли забить Леонеля Месси. В перекладину. В перекладину попадает Аргентинец. Но, в любом случае, удаление. Находит пасом Леонеля Месси. Никто не держит Аргентинца. И, в принципе, он снова забивает. Мне кажется, он абсолютно так же забил в матче за Суперкубок Франции против того же Лиля. Поэтому счет 2-0. Чтобы поразгромней выигрывала команда Веррати. Какой прострел на Месси. И это дубль. Снова дубль Леонеля Месси в чемпионате Франции. Второй матч подряд уже Месси забивает. Два мяча против Марселя, против Лиля. Со штрафной сегодня не получилось Месси забить. Две было попытки. Одна вырешалась более-менее удачно. В перекладину мяч попал. Но вот здесь вот Веррати отлично голебой отдает. Но мы и заменим Веррати, потому что Драсслер очень хорошо вписывается в нашу игру. И, правда, вот в прошлом матче только не забил против Марселя. Но вот против Анжи и против Брюги немец забивал. На ускорении на таком. Подача на дальнюю. Вот это, кстати, я так не планировал. Хотел через Мбаппе ее отыграть. Вот подача на Мбаппе. И Мбаппе забил. И Мбаппе. Шикарный гол Килья на Мбаппе. Давно этот парень у нас не забивал. 86-я минута. ПСЖ громит. А Алиль со счетом 4-0. Ну и еще и Месси оформляет голевую передачу. Очень нежная такая, аккуратная. Прямо точно на голову у Кильяна Мбаппе. Счет 4-0. За 5 минут до конца. Забивает Мбаппе. 4-0. Снова разгромная победа у ПСЖ в сегодняшнем выпуске. Ну мы за сегодня сколько? Три таких побед сделали. Немного нам не хотелось Брюги. Хотя тоже ввели в плюс 3 мяча. Вот как-то вот это вот упустили. Преимущество. Но снова удаление. Снова удаление у соперника. В прошлом матче получил Альвара. И здесь уже Диало в составе Лиля. Ну счет 4-0. Посмотрим, что у нас по Эйджи. Лиль, мне кажется, наиграл хотя бы на 1. Да, на 1 мяч они наиграли. Мы на 4 ровно все-таки получилось. Замечательно. Ну и теперь эффективности игроков. По статистике мы тоже посмотрим. Месси снова получает игрока матча. Но он все голы-то сегодня и забил. 2 гола, 2 голевые передачи. Вот. То есть во всех голах поучаствовал. Верати отдал 1 голевую передачу. По 1 забитому мячу у Неймара и Мбаппе. Ну и голевую отдал Жоржинио Вейналду. Ну и по оценкам я смотрю... Ну, кстати, сегодня мы как-то получше отыграли и Маркини с 6.9, и Хакими 6.9. Поэтому ниже шестерки из стартовых 11 игроков ни у кого оценки нет. Так, ну у нас тренировка перед матчем с Брюги. Давайте отыграем... Оттренируемся, точнее, первым составом, чтобы вторым спокойненько так вышли. Ну, кстати, Сити обыграли Лейпциг. Сейчас они на чистое второе место здесь выходят. И у нас ежемесячный отчет о молодежном составе. Посмотрим. Ну вот уже есть 87. Поэтому в ПСЖ только с потенциалом 90+. Остальных, к сожалению, на выход. Ну вот я смотрю, есть игроки, которых уже в скором времени, скорее всего, можем подписать. Это Люкас Буэйт. 57 потенциал. Ну, сейчас общий 94 потенциал. Ну вот мне кажется, Бруно Гроб точно должен войти в наш состав. 195 рост для вратаря 16-летнего. Ну и чуть до 60-го рейтинга ему не хватает. Как только 60, так сразу мы его заберем в команду. Итак, Ким Пим Бе. От него нам приходит сообщение. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. То есть хочет выйти. Ким Пим Бе, это вроде он, да, второй состав. Поэтому, да, скажем, что я подумаю. Вот как-то так. Ну что же, на этом мы закончим. Пресс-конференцию оставим на следующий выпуск. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. И канал Футбол Эта Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok